Это укрытие. Единственный способ, не дай бог приедет, то есть куда люди деваться. Мы сейчас рассмотрели все, то есть все управляющие компании нам выдали, где находятся подвальные помещения. Мы сейчас выбрали те дома, вот как Чехово 5, где нету подвального помещения. Мы сейчас схему разобрать, а куда эти темы будем на следующей неделе, мы вот понедельник, на следующей неделе у нас будет обход. Мы составим график, и мы будем обходить каждый подвал. А те бомбоубежища, которые были, они в плохом состоянии? Они же есть? Больше нет, потому что все наши бомбоубежища, которые есть, у нас их 27 штук. Живых их 3, которые функционируют, и 3, которые частично функционируют. Они находятся на промышленной зоне. Они предназначены для укрытия персонала смены. Все. Давайте начнем с того в этом вопросе. Самое главное, первоначально, наш город не расположен, то есть не находится в системе ГО. То есть угроза ядерного и химического заражения для нас неактуальна. У нас нет объектов на территории города, которые могут быть подвергнуты ядерной блокировке. У нас на территории города нет объектов, у которых большие запасы химических веществ, которые могут повредить отравление. Поэтому город имеет систему ГО. Поэтому город, население города не эвакуируется. Но и в то же время население других городов мы тоже не понимаем. Поэтому, то есть у нас, это согласно постановлению правительства, убежище, соответственно, укрытие, защитное сооружение имеет категорию. Убежище, это как раз ядерный угроз. ПРУ, это противорадиационное убежище, это противорадиационное. Обычное убежище, то есть от фугасного оружия, от обычного оружия, средств положения. Это защитное, это укрытие. Укрытием являются любые загубленные помещения. Это согласно постановлению. То есть это подвалы на многоквартирных домах, подвалы частных домов, фарковки подземные и все остальное. То есть это обычные укрытия. Все. А бомбоубежище, которое находится на территории года Назарова, они были построены еще раньше, когда город находился в системе ГО, когда категорийное предприятие было. Тот же Сильмаш, который в случае войны, в общем так, если говорить, они переходили на, соответственно, производство. Они не являлись объектами поражения для этих целей. Поэтому для них убежище тогда строить. На сегодняшний день это убежище существует. Но они, во-первых, для населения города, они не актуальны. Потому что укрытие должно быть на расстоянии 500 до 1000 метров. А то есть это расположение человека. За соответственно такое расстояние, как Назарова. Но мы же не можем собрать жильцов в автобусе и повезти их туда при командировке. А вот, например, возле морга там было какое-то бомбоубежище. Нет. Что-то было. Такого нет. Предлагаем освоить. Понятно? Да-да-да. Я в списках совсем не знаю. В списках такого не знаю. Ладно. Пошел поделить. Правда, в списках не знаю. У нас все они, все они на учете, все они контролируют. Волны не для населения. Продолжение следует...